Друзья, всем привет из Сочи! Сделаем сегодня обзорчик на сегодняшний матч и что нас сегодня ждет. А ждет нас сегодня и футбол, и хоккей, и баскетбол. Хоккей и футбол будет после обеда на моем канале. Любезно делает мой ученик Трофим. Ему всего 10 лет. Парень делает большие успехи. Он уже освоил мою программу. Прошел у меня обучение в группе и совершенно бесплатно. делает хорошие обзоры, хорошие прогнозы. Поэтому его видео смотрите чуть попозже. Мы сегодня разберем, начнем с баскетбола. Сегодня много баскетбола, но в Евролигии сегодня два матча. Это Баскония, Олимпиакос. Разобрал внимательно эти матчи. Сделал вот такой вот. Все 8 матчей я сделал таблицу. Посмотрел, как они играют, как они забивают, сколько и чего. Вывод такой. Первый четверть больше 40, четвертый четверть меньше 40, с большей вероятностью. И третий четверть тоже может быть меньше 40, но с меньшей вероятностью. Вот такой вот вывод. Кто первую, вторую игры, тоже не совсем понятно. Поэтому будем играть на тоталы. Вчера, в принципе, тоталы нормально зашли. Играл вчера Макаби ЦСКА. И Химки наконец-то выиграл у Реала. В игре, которая Реала вообще была не нужна абсолютно. Там в одно очко они выиграли. Зинит, кстати, тоже победил у Альбы. Как бы все нормально. Зинит, кстати, вчера удивительно. Они в третьей четверти набрали 28, что ли, очков. Но во второй меньше 20,5. То есть, как бы это про списание. Значит, Милан, Фенер, Бахче. Здесь Фенер выигрывает в гостях пять из восьми. Первую четверть. Первую четверть. Пять из восьми. Вероятность того, что выиграет Фенер Бахче. Но четкой такой тенденции нет. Как бы по-ровному они идут. И то же самое Фенер и третья четверть тоже. Пять из восьми. Милан, скорее всего, возьмет последнюю четверть. Он ее берет также пять из восьми. Что касается тоталов, то здесь я нашел более-менее нормальную тенденцию. Это Фенер Бахче в первой четверти должен набирать 20 и более очков. Это у него проходило восьми из семи. Вот наиболее, скажем так, надежно это 20 очков Фенер Бахче и более в первой четверти. Больше тут особо делать нечего. Значит, еще играются такие матчи, как у них с Мором, Моробанк Андора. Это Еврокубок, так называемый. Там же играет Леволуа Локомотив Кубани. Дело в том, что Локомотив там такая интересная сетка у них. Значит, они играют в группе из четырех команд. Локомотив пока проиграл свою игру, идет на последнем месте. Причем проиграл в Касандаре вот этой самой Леволуа. И сегодня в ответном матче в гостях должен обыграть команда, конечно, по силам. И я думаю, что Локомотив победит. Можно заиграть там по ходу мы, как правило, берем. В 20-45 начало Локомотив скорее всего ударно проведет последнюю четверть. Если он будет проигрывать в этом матче, то четвертую четверть он выиграет. Но надо смотреть, потому что баскет это по четвертям. Мы идем. Уникс, дома у них два раза выиграл. Был 17-19 год. открываем вот как прошла игра, например, значит, первую четверть у них проиграл 17-21, но там на тотал меньше была вся игра. Вторая четверть 15-9. Короче, странный. У них такие странные матчи иногда играют. Просто вот какие-то там чуть ли не 9-9 могут в какой-то четверти сыграть. И это баскетбол. В другой игре 24-16 все про списание. То есть нормально много забивал. Сколько дают сейчас на Уникс? На Уникс дают 1-30. Но я думаю, победа Уникса здесь и победа Локомотива наверное можно как-то соединить. Но в разное время играют. Эти заканчивают потомки начинают. Можно заиграть отдельно. Нижний Новгород с Аеком должен был играть, но перенесли. Вчера у нас случилось несчастье. Мы брали победу Ювентуса, победу Лацио, но Лацио в матч перенесли. Пришлось воткнуть быстро Боруссию. Я не посмотрел, это моя вина. Сказал, что обе команды забьют. Купился на коэффициент 1-40. То есть когда такие коэффициенты меньше полтора, это значит не заход. В который раз уже букмекер нас обманывает. Как-то брал тоже Аталанта Санторио в прошлом году. Хотел взять такую ставку. Обе забьют и 2 с полной больше. Ну понятно, что если отдельно заиграть, то Аталанта обе забьют это 1-60-1-70. 2 с полной больше это тоже где-то 1-70-1-80. А тут смотрю, обе забьют и 2 с полной больше. 1-65 думаю, ну все, железобетон. В итоге 3-0. Или 2-0. Короче, ни то, ни то не зашло. Поэтому обращайте внимание, когда прям коэффициент сильно низкий такой, это какой-то подвох букмекера. Букмекер знает, он вас покупает этим. Вот нас вчера купили. Но дело в том, что Торино снялся. Ему защитно техническое поражение. Ему 3 очка присудили соответственно Лацио. И они сейчас будут подавать апелляцию. Они там все заболели коронавирусом. Не приехали на игру. Значит, по баскетболу пожалуй все. Теперь перейдем к футболу. Сегодня очень много футбола. В Англии вчера Манчестер сыграл как положено. То есть полтора больше своих забил, победил. Вулвер тоже ответил. Счет был 1-1. Но на 91-93 третьей минуте Манчестер Сити забивает третий-четвертый гол. В своей манере Манчестер Сити голы в обоих таймах. За что люблю эту команду. Моя ставка была очень простая. Фолы первого тайма меньше 9,5. 4 фола коэффициент 1,45. Можно было брать и 7,5 меньше. Но это кому как нравится. Сегодня играет значит три матча в АПЛ. Берли Лестер Шеффилд Останвилла в 21-0 начинает. И Кристал Пелес Манчестер на это. Дело в том, мы рассматриваем их в такой парадигме. Я не очень люблю умные слова потому что многие не знают что они обозначают. Поясню. Мы ждем пока сыграют первые две пары и потом заигран Манчестер. Кавани вернулся в строй у Манчестера. Манчестер набирает ход они идут на втором месте. И потом если Лестер выиграет а Лестер за второе место борется с Манчестером тогда Манчестер тоже выиграет. Ему просто нужно. Вот такая тупая логика. Лестер последнюю игру слил дома. Дома выступает ужасно. В гостях выступает просто великолепно. Лестер чемпион АПЛ в этом году по выступлениям в гостях. Напомню делит первое место с Манчестер Сити по очкам набранным на выезде. Поэтому здесь двойной шанс на Лестер. На победу Лестера дают двоечку. Можно заиграть фору 0. Там еще что-то еще что-то. Здесь скорее всего Лестер победит по фолам. Берли мало фолит. Лестер фолит где-то 10. Примерно набирает 9-10-11 фолов. Когда Лестер прям сильно хочет выиграть он может и 14 набрать. Скорее всего в первом тайме Лестер победа по фолам. Наверное фолы меньше 10 в первом тайме. Команды играют так. У них чередование идет. Победа Лестера победа Берли. Победа Берли. Победа Лестера. Победа Берли. Сейчас очередь Лестера у них проходит как правило в последних трех. Обе забьют 2-1-1-2-2-1. Вот такие счета. 3,5 меньше. Вот поэтому мой прогноз Лестер победа 2-1. Ну вот вот такой тупой прогноз. Ну давайте посмотрим как они фолят. Вот просто для примера я открываю. В тот шерме тоже хорошо заходит. Например просто берите там угловые Манчестер Сити в первом тайме там больше 2,5. Вот. 4. И по-моему даже 4-4 они сделали. То есть они не победили по угловым. Но своих 3 они подали. Итак статистика Берли Лестер по фолам. 7,5. Надо же. Вот так вот ребят. Значит а если за всю игру фолы 14,8. Ну видите Берли выиграл. Значит а мы мы исходим из того предположения что Лестер в этой игре должен победить. Следом он должен прессинговать. Отсюда фолы на чужой половине поля. Вот 9,10 Лестер победил по фолам. И он выиграл игру. Но первый тайм 11 фолов. Многовато. То есть они с места в карьер. Да тут уже как говорится первый тайм наверное не будем заигрывать. Еще разберем смотрим фолы открываем. 9,10 опять. Но Берли победил. В игре по фолам Лестер. Еще одна игра посмотрим фолы. Но все крутится вокруг отметки. Лестер где-то в среднем 10 фолов. 4,8 Лестер победил. Скорее всего Лестер думаю победит. И последняя игра смотрим по фолам я имею ввиду. 16,16 Ну вот ничья. Значит вчера брали фора 0 по фолам на специю. Майскор показывает 13,13 не знаю. Значит я брал в субботу или воскресенье Ахмат Динамо. Беру победу Ахмата по фолам зная что Ахмат всю жизнь фолит как просто ну я не знаю как ну фолят они постоянно короче фолят вот эти вот Ахмат Майскор показывает 12,16 победа Динамо по фолам думаю что-то какая-то фигня вот прихожу вчера в Майскор у меня зашла эта ставка победа Ахмата 1,60 по фолам прихожу домой опять открываю Майскор Майскор так и пишет 12,16 победа Динамо по фолам поэтому Майскор не верьте особенно фолы как угодно считают пересчитывают бывает что и фонбек пересчитывают фолы так не будем углубляться значит по поводу Англии все Леста разобрали значит смотрите в трех матчах мы ждем вот по идее должна быть одна победа хозяев одна победа гостей как минимум и одна ничья вот так в идеале но в Англии ничьи мало в прошлом туре было 3 ничьих в прошлом туре было 1-0 0-1 3 матча и 3 ничьих типа 0-0 1-1 0-0 сыграл с этой Манчестер с Челси поэтому здесь Манчестер больше полтора должен забивать я думаю что Кристал Пелос Манчестер такая ставка полтора больше Манчестер не проиграет в этом матче открываем смотрим как они играют между собой и у Кристал Пелос 7 человек болеет на Манчестер дает полтора Пагба не играет значит по таблице Манчестер на втором Лестер на третьем разрыв в 1 очко если Лестер повторюсь выиграет то Манчестеру придется догонять Кристал Пелос на 13 месте у нас Астан Вилла который будет тоже играть на 9 месте и Шеффилд на последнем Шеффилду нужно спасаться Шеффилд может вполне хлопнуть Астан Виллу вообще легко и спокойно но как играет Кристал Пелос с Манчестером 0-2 Манчестер 1-3 Манчестер 2-3 Манчестер короче везде проходит полтора больше как я и говорил и Манчестер победа вот на этом мы и порешим и единственный раз у них был 1-1 это был кубок но опять полтора больше зашло Манчестер не проигрывает повторюсь этот матч надо заиграть после того как Лестер хлопнет Берн пусть еще сначала хлопнет Шеффилд Астан Вилла может ли Шеффилд обыграть Астан Виллу вполне может обыграть и счет вообще может быть здесь любой но у Шеффилда не играет полкоманды травмы 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 и на Астан Виллу 2-0-5 то есть букмекер не уверен играют они между собой так 2-0 Шеффилд в 19-ом их обыграл 4-1 обыграл 0-1 в 18-ом проиграл 1-3 в 11-ом на кубок тоже проиграл и в 6-ом году была ничья 2-2 то есть Шеффилд им забивает и эти тоже в долгу не остаются в среднем забили друг другу много а по факту обе забьют проходит в 3-х из 5-ти но только один раз было 0-1 поэтому я думаю что Шеффилд должен спасаться Шеффилд забьет и не проиграет надо что-то такое заиграть что Шеффилд здесь фора плюс 1 то есть больше одного мяча не проиграет вот так вот плюс 1 на Шеффилд пускай проиграет в один мяч и все там фора полтора за 1.30 какая-то вот такой взгляд значит смотрите в Италии очень много и во Франции очень много матчей значит я рекомендую такую ставку есть такая ставка на статистику тура во Франции она все время заходит ставка называется такая в этом туре будет счет 2-2 все берем коэффициент 2-20 и будет счет 3-2 или 2-3 это одинаковый счет зеркальный он считается как одна ставка тоже где-то 2-20 2-30 2-40 разные конторы дают по-разному во Франции редко бывает 0-0 можно взять полтора удаления больше будет скорее всего скорее всего удаление будет где-то в каких-то вечерних матчах но смотрите весь тур играется так 5 матчей играется в 9 вечера и 5 в 11 вечера тут мы не угадаем что касается Италии в Италии сегодня 7 матчей потому что Ювинтус сыграл вчера потому что Йенца следующей игру будет играть с Лацо а потом уже играть им с Порту в Лиге Чемпионов то же самое Аталанта Аталанта играет с Кратони она порвет Кратони сегодня следующая игра у них с Интером с Интером Аталанте ловить нечего а потом следующая уже с Реалом поэтому Аталанта будет брать железобетонные очки у Кратона Интеру сольет потому что Интер на чемпионство уже наметился. Вот. И, значит, вот такая логика. Теперь Сосуола-Наполь. Это первый матч. Матч открытия, да. Здесь Сосуола победит по фолам. Вот моя ставка. Аталанта-Картони. Аталанта победит по фолам. Аталанта победит по угловым в первом тайме и, наверное, во всей игре. Вот. Желтый тут тоже надо смотреть. Иногда не заходит. Милан-Удинезе. Милан, скорее всего, победит здесь по фолам в этой игре. Вот. Ферентино-Рома. Здесь, скорее всего, обе команды забьют. Так. Милан-Удинезе. Милан больше полтора. Здесь. В прошлом туре, напомню, в Италии обе забьют не было в пяти матчах. И последний матч. Рома-Милан. Мы брали железобетонной всей группой. Всей группой, я повторюсь. Мы брали обе забьют. Все. Это зашло. Значит. 2-1. Милан выиграл на чужом поле. Значит. Что касается Франции. Вот тоже очень много матчей. Здесь я сказал, что на статистику тура можно заиграть. Да. Бордо-ПСЖ. Скорее всего, Бордо-Победа по фалам. ПСЖ, как такая высококлассная команда. Раскрою маленький секрет. Фалит мало. Вот такие высококлассные команды, как Барселона, Реал, Ливерпуль, ПСЖ мало фалят. Мало фалящие. Наполи, Валенсия, Эвертон в меньшей степени. Почему Эвертон? Потому что он Наполи вот так надрессировал теперь. Эвертон как бы на тотал меньшую. Есть команды, которые фалят намного больше. В том числе, такие, например, как Манчестер Сити. Вот они высококлассная команда, но она фалит. Еще прессинг. Прессинг Гвардиола на чужом поле. Почему прессинг на чужом поле? Потому что по статистике больше половины голов забивается после того, как обороняющаяся команда потеряла мяч вблизи своей штрафной. Потеря, пас, удар, гол. Все. Поэтому прессинг, прессинг, еще раз прессинг в исполнении Манчестер Сити и Гвардиолы. Но, значит, Барселона, которую когда-то тренировала Гвардиола, она сейчас так не играет. У нее мало фаллов, но, значит, классные у нее защитники и все остальные футболисты. Значит, по хоккею. Значит, смотрите, вчера состоялась первоматчик ЭХЛ. Общая тенденция такая. Много голов, результативный хоккей, зрелищный. И в основном победили хозяева площадки. Значит, сегодня открывает свои серии в плей-офф Салават Юлайф против Трактора. Можно здесь заиграть, я думаю, что Салават победит в первой игре. Потому что это заявка, понимаете, это заявка на то, чтобы пройти в серии дальше. Акбарс Торпеда, я думаю, тоже Акбарс победит. Локомотив Юкерит. Вот здесь Юкерит, вообще очень странная команда. На нее вообще плохо что-то заходит. Тоже можно заиграть. Локомотив как-то не проиграет. И ЦСКА тоже над Спартаком тоже, наверное, победит. Вот как-то так. Но я могу сказать, что просто преимущество. Как вы это заиграете? Можно упаковать ставку по-другому. Например, двойной шанс. Фора 0. Например. Или Локомотив больше двух голов. ЦСКА больше двух. Акбарс больше двух. Салават больше двух. Вот так вот. Две шайбы каждая команда по-любому забьет. У вас уже откат. А то и три все. Понимаете. Вчера Металлург с Борисом учудили. Там 7 и 5. Понимаете. Вот. Поэтому и Борис вел. Потом проигрывал. И в итоге проиграл. Вот такие вот моменты. Поэтому более глубоко надо, конечно, вникать. Потом это старт. Это первая игра в серии. И повторюсь. Хозяева поля должны сделать заявку на то, чтобы пройти дальше. Как минимум не проиграть первую игру. ЦСКА Спартак. Это противостояние уже было у них неоднократно. Там еще непонятно, чем все закончится. ЦСКА, конечно, сильнее. Но Знарок хитрый лис. Знарок мог притворяться в весь чемпионат. Кое-как они в последний вагон вскочили. Обогнали Витязь и попали в плей-офф. Поэтому там еще неизвестно, чем все закончится. Но могу еще открыть такой маленький секретик. Если какая-то команда будет выиграть например 2-0 в серию или 3-0 и останется вот одна победа, они обязательно проиграют одну игру. Обязательно. Почему? Потому что одна игра в КХЛ приносит с учетом посещения зрителей, продажи прав телетрансляции, продажи пива, булочек и так далее. Около 1 миллиона евро прибыль. Поэтому лишняя игра никому не помешает. Хоккеисты это их работа. Они должны играть в хоккей. Люди должны приходить. Понимаете, вот Спартак ЦСКА туда-сюда или там Салават с этим играет. Туда-съезд для этого-сюда там зрители здесь. Это же интересно. Понимаете? Поэтому имейте это ввиду. Когда какая-то команда поведет 2-0 в счете, значит третью игру она проиграет. Вот так вот. Давайте прощаться. Значит, что хочу еще в плане рекламы. Значит, телеграм-канал у меня бесплатный. Переходите, добавляйтесь. Там все скрины я скидываю. Отвечаю на все вопросы. Но там нет обсуждений. Там просто скидываю, скидываю, скидываю. Все. Там люди смотрят и там людей больше, чем у меня в WhatsApp. Немножко, но больше. Поэтому все туда я скидываю. Можете мне спрашивать там в Телеграме я буду отвечать и туда все кидать. Все, значит, ставки. Это первое по Телеграму. Значит, что касается баскетбола. Например, берем сегодня Фенербахче в первой четверти больше 20,5. Если они набирают 19 очков, у вас ставка не заходит. Вам деньги возвращают при условии, что вы будете играть в Мелбете. Заходите по ссылке, закрепленной в комментариях на Мелбет, получая мой промокод, получаете огромный фрибет и играйте баскетбол только в Мелбете, потому что эта ставка называется Супер Тотал или, например, вы берете, что в какой-то четверти команда не прогрессит более полтора очка, она прогрессит 3 очка, у вас также возврат, потому что эта ставка называется Супер Флора. Такую опцию предоставляет Мелбет. Переходите, регистрируйтесь, играйте в Мелбете. В Мелбете вообще есть все. Офигенная роспись, большие коэффициенты, мгновенные выплаты, более того, техническая административная поддержка с моей стороны, потому что я являюсь официальным партнером Мелбета. Все говорят о Мелбете в начале роликов, я говорю в конце. Почему? Потому что для меня это не главное. Для меня это не главное. Я вообще забываю про вот это. То есть денежный вопрос для меня не на первом месте. Мне просто нравится анализировать, делать, вести свой канал. Вот что мне нравится. Вести группу и так далее. Поэтому всем желаю удачи. В Сочи плохая погода, опять дождь, гроза, плюс 8, уже где-то недели-две такая погода. В общем, январь был очень теплый, плюс 21 там стало. Ну вот такая вот весна в Сочи противная. Наверное, весь март будет такой, как правило. В апреле уже, может быть, и 25 будет, в конце апреля. Вот такие, ребят, новости. Поэтому Олегу Романцеву вчера сделали операцию на сердце, но он очень много курил, по 2-3 пачки в день. Родился он 4 января 54-го года. Я его видел неоднократно на поле, когда в Москве жил, ходил на футбол. Он был капитаном Спартака, капитаном сборной Советского Союза, по-моему, даже был какое-то время. Он мой земляк, он в Красноярске вырос вместе с Александром Тархановым. Вот такие вот новости. Но Олег очень много курит. И такой человек вообще непростой. У него характер у Олега Ивановича, по-моему, Романцева. Мы пожелаем ему здоровья. Все-таки человек сделал очень много для нашей страны. В том числе сборную тренировал не без успеха. И берегите себя. Сделайте прививки от коронавируса. Я уже сделал прививки 2 штуки. Каждый год я делаю. Слезите за своим здоровьем. Занимайтесь спортом. Не пейте бухло. Иногда пивка. Иногда можно по праздникам. Стаканчик венца на 8 марта. Не курите ни в коем случае. Ведите активный образ жизни. И все у вас будет хорошо в этой жизни. Россия самая хорошая страна. А Россия я имею в виду постсоветское пространство. Все, что окружает Россию это тоже я включаю. Бывшая Российская империя это самая лучшая территория на земле. Включая Казахстан, Украину, Белоруссию и даже Прибалтику. Потому что это единое культурное пространство. Мы самые лучшие самые крутые. Мы 1-6 часть суши. суши у нас все хорошо. Кстати, кто не в курсе Иран тоже хочет вступить в наш Евразес. И тогда у России будет выход к Индийскому океану. И тогда еще посмотрим что скажут на это американцы. Но это немножко другая уже тема. Итак, сегодня 3-е число 3-го месяца 21-го года. 3-3-3. Ну, значит сегодня будем ждать такие считатели как 3-0 2-3-2-1. Ну ладно, всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok